Сегодня мы поговорим с вами про такие штуки, как оптический поток и вычитание фона. Вычитание фона — это практически полезная задача, а оптический поток, в некотором смысле, тоже практически полезная задача. Но вот так вот сходу применить ее в вашей жизни вам будет, наверное, гораздо труднее, чем какое-нибудь вычитание фона. Но оптический поток — это очень важная штука, и она много-много и нужна для дальнейшего анализа видео. Ну, это как две такие базовые штуки. Значит, камера — это самый близкий инструмент к человеческому галазу. Что я имею в виду? Что обычная фотокамера, она, имея статическую картинку, видеокамера же видит целое движение. И наш глаз, он тоже видит не статическую картинку, а делает вывод по некоторому движению. Он, конечно, записывает себе кадр за кадром, но также смотрит на движение. Движение очень важно для распознавания. Поэтому, по идее, с видеоданных, данные, ну, какие-то задачи решать лучше, имея видеоряд, чем просто набор статических картинок каких-то. Соответственно, поэтому изобретены огромное количество алгоритмов для видео. Но помимо всего прочего, есть задачи, которые можно решить только с помощью видео, и нельзя решить с помощью статических картинок. Об этом чуть-чуть позже будем говорить. Значит, из интересного, что на самом деле видеоданных огромное-огромное-огромное количество. Вы можете зайти вот на сайт типа DataMoss.ru, и там можете попробовать подключиться к стримингу одной из сотни, или уже даже больше тысяч камер, которые расположены по всей Москве. То есть они могут быть висеть на столбах, следить за потоком автомобилей, камеры могут висеть у подъезда, следить за тем, что происходит у подъезда. То есть ты можешь добавить камеру, свою вот эту единую базу, и департамент Москвы может как-то ее анализировать. Но на самом деле мало это анализируют, и хорошо бы это анализировать гораздо больше. То есть данных, как таковых, очень много, но данные сырые, неразмеченные. Непонятно, что с этим делать. Размечать видео очень-очень сложно. Мы там чуть попозже. Давайте введем понятие 2, видеопоток и видеопоследовательность. Значит, чем отличается видеопоток от видеопоследовательности? Видеопоток — это, в общем, в нашем понимании какой-то стриминг. То есть у нас есть какой-то набор кадров, которые, там, повторяются, приходят нам в режиме онлайн, и мы не можем предугадать, какой кадр нам придет в следующем. То есть предугадать мы можем, а мы не знаем, какой кадр нам придет в следующем. И весь анализ для распознавания каких-то событий, т.п. и т.д., делается только на текущем кадре и на предыдущем. То же самое, видеопоследовательность же — это законченный какой-то ролик, в котором мы можем использовать как данные из прошлого, так и из будущего для изучения каких-то событий важных. В чем проблема вообще с видео? В том, что нормальное видео — это, ну, как минимум, 24 кадра в секунду. Если мы не будем сжимать... А, ну, все смотрят там, всем нравится смотреть HD-видео, даже 4К. Ну, в основном, ладно, HD хватает, чтобы посмотреть какой-нибудь Full HD даже лучше. Проблема в том, что если не сжимать эти данные, то нам нужно их обрабатывать, вообще передавать, смотреть со скоростью 300 мегабайт в секунду. Ну, далеко не каждое. Тут написано, что... А, не мегабит, а мегабайт. То есть вам гигабитные сетки, которые там максимум гигабитные, в общем-то, вам может прийти домой, не хватит. Поэтому видео необходимо очень сильно сжимать. Сжатие видео — это вообще отдельная тема большая, которой мы, возможно, коснемся на следующей лекции, а, возможно, не коснемся. Мы с вами, когда будем говорить про какое-то излечение данных из видеопотока или видеопоследовательности, будем иметь в виду, что у нас есть раскадровка кадра за кадром, мы работаем там с каждым кадром по отдельности. А сжатием и разжатием уже занимаются какие-то кодеки, которые там у нас где-то внутри компьютера зашиты, нам они пока не интересны. Хотя работать и с сжатыми данными тоже может быть полезно. Но это, говорю, отдельная, очень отдельная, очень специфичная тема. Значит, в основном камеры, которые просто висят и записывают данные, работают в режиме регистрации каких-то событий. либо, так сказать, событий, либо регистрации, просто чего-либо, чтобы потом это можно было пересмотреть в случае чего. Понятно, что нас меньше всего из всех этих данных интересуют видеокамеры для любительской съемки, потому что на них очень много бесполезного какого-то действия, вот, которое, в общем, основываясь на котором, наверное, сложно сделать какой-то инструмент, который пригодится в реальной жизни. Ну, разве что у нас не будет оператора, который будет ходить, что-то специализированное снимать, и будем автоматически извлекать что-то из его съемки. Но тогда нужен, получается, человек, а мы хотим, грубо говоря, какого-нибудь человека, который следит, там, регистрирует всех, заменить на камеру. То есть камера дешевле, чем год работы человека, поэтому дешевле поставить камеру, загрузить на нее софт, и, например, этот софт будет работать как вахтер. Ну, с одной стороны, он, конечно, будет работать как вахтер, но с другой стороны, некоторые другие, скажем так, функции вахтера он исполнять не сможет. Не сможет принять какую-нибудь заявку и т.п. и т.д. Но в целом камеры во многом применяются за тем, чтобы заменить людей. Например, еще, когда мы ставим какие-нибудь камеры, которые штрафуют людей, они заменяют нам полностью ГИБДД. Человек, который стоит, направляет радар, меряет вашу скорость. Также есть какие-то камеры, которые регистрируют действия, которые человек, в общем-то, и не способен никак зарегистрировать. Например, регистратор в автомобилях, он не способен… Человек не может быть регистратором внутри автомобиля, потому что регистратор внутри автомобиля, он как работает. Во-первых, он записывает, пока вы едете. Во-вторых, он может записать то, что происходит с вашим автомобилем, когда он просто стоит. То есть, либо вы просто держите внутри автомобиля какого-то человека, который все время снимает, или записывает просто, что происходит. Типа, так прошел человек, так проехала мимо машина. По идее, вам видео-то не нужно, вам нужно события, которые произошли, да? Так очень близко проехала машина, возможно, поцарапала, да? И понятно, что дешевле поставить какой-то регистратор, а не посадить внутри человека или там, который будет следить за всем этим. И самое главное, что со всего этого видео вот эти вот все мегабиты бешеные, они не нужны, нужны какие-то события. То есть задача вот этих вот всех алгоритмов, что видеопотока, что извлечение фона, это детектировать эти события, как-то их, возможно, классифицировать в дальнейшем. Не знаю, давайте еще какой-нибудь пример приведу, в котором используется анализ видеопотока. Возможно, вы слышали про такую штуку. Это система, которая делает таргетированную рекламу для автомобилей. То есть у вас есть билборд, на котором есть экран. За 200 метров перед ним стоит камера, она смотрит на те машины, которые едут, в зависимости от автомобилей, которые проедут дальше под билбордом. Она понимает, какую рекламу стоит им покрутить. То есть это эффективнее, чем просто менять рекламу случайным образом или менять рекламу последовательно один ролик, второй, третий, четвертый, пятый, первый, второй, третий, четвертый, пятый, потому что можно охватить больше целевой аудитории и при этом показывать этот ролик на меньшее количество времени, потому что мы видим, какая целевая аудитория едет. Если есть какой-то редкий автомобиль, имеет смысл показать ему ролик, который подходит только этому автомобилю, который стоит довольно-таки дорого, чем мы будем его там много-много раз показывать бесполезно. Это из таких, скажем, коммерческих применений, видеоанализа. Ну, есть магазин Амазона, который смотрит на то, какие продукты вы набираете себе в корзинку и автоматически выписывает вам счет. Вы можете не идти на кассу, можете просто брать продукты и уйти домой. Есть и другие спорные применения этой системы. Вот. Порадовал заголовок, я хотел найти вчера что-нибудь про то, как в Китае работает эта система, но, видимо, ничего больше я, наверное, не могу рассказать про это. Что за тотальная система слежения. Ну, в общем, да, на самом деле камеры повсюду, и некоторые страны, такие как США, Китай и, в общем-то, Россия, вовсю внедряют всякие системы слежения этих камер. То есть все эти камеры, которые стоят у вас, у каждого подъезда, они неспроста. Вот. Причем это может работать как и в сторону регистрации каких-то нелегальных действий, так и в сторону каких-то коммерческих, скажем так, коммерческих применений. Окей. Но чтобы решить какие-то задачи коммерческие или задачи слежения, нужно решить для них, внутри них какие-то определенные конкретные задачи, которые более простые, более понятные нам, как людям, которые там занимаются компьютерным зрением. Ну, например, разметить все объекты там и всех людей на видео. То есть прошел человек, записать, что он прошел, записать его траекторию, записать время, как он там прошел. Или, например, с помощью камеры распознать жесты, позы людей. Тоже, в общем, есть системы, которые по кадрам умеют это делать. Ну, жесты нет, потому что жесты — это какая-то все-таки последовательность. Поза — это что-то статическое, его можно через кадр один распознать. Жест через кадр сложно распознать. Если это, конечно, не какой-то определенный конкретный жест, который фиксируется в статическом положении некоторое время. Ну, и в целом, если у вас какая-то камера, которая остынет где-нибудь на производстве, то можно на этом производстве распознавать какие-то события, которые проходят, следить, в общем, за контролем качества процесса, который происходит на производстве. Осложняется это дело все тем, что распознавать, например, если мы хотим распознавать людей, то нельзя написать один алгоритм, который будет распознавать людей везде, потому что камеры очень-очень по-разному устроены. Ну, в общем, то же самое, те же самые проблемы, на самом деле, что и с фото. Но по факту вот такой и такой класс они действительно довольно часто встречаются. Это, например, может быть как съемка с дома, со двора, либо как какого-нибудь дрона, если хотим что-нибудь распознавать. И также огромное количество данных снимается с высоты человеческих рук. Ну, то есть машина регистрирует тоже примерно с высоты, ну, плюс-минус там человека. То есть в плоскости с земли. Если вы умеете с такими и с такими ракурсами работать. То есть, ну, грубо говоря, нужно, чтобы ваш алгоритм, чтобы работал там везде, научился работать с двумя ракурсами сразу или, ну, решал задачи под конкретные инструменты наблюдения. Потому что, ну, понятно, в зависимости от инструмента мы решаем конкретную задачу и используем конкретные распознавалки. Так, какое же все-таки замечательное преимущество дает нам видеопоток или видеопоследовательность по сравнению с изображениями? Ну, тут вам, видимо, все понятно, да, что происходит на видео. Или пока еще непонятно. Давайте сразу я перемотаю вот сюда куда-нибудь. 4.27, да, он мне написан. 4.27. Окей. Вот смотрите, что вот на этом изображении изображено? Ну, вот оно двигается вот так. Пока непонятно, да? Вы могли бы сказать, что это за объект? Ну, короче, с трудом, наверное. Ну, когда мы будем снимать видео про него, то нам все становится очевидно. Вот. То есть, по сути, для того, чтобы понять, что у нас на картине, на видеопотоке изображен человек, нам нужно, типа, 9 точек, ну, или там 10 их, по-моему. Наверное, 10. Нет, их вроде действительно 9. 9 точек. 9 точек и несколько кадров, несколько кардинат положений этих 9 точек. Это очень мало данных. Если так посудить, это можно закодировать очень-очень маленьким количеством данных. То есть, картинку даже так не закодировать, которую человек изображал. Поэтому хорошая идея использовать видео. Так, поехали. Что тут, ну, тут дальше ничего вроде интересного нет. А, ну, можно даже смотреть, можно даже понять, что конкретно делает этот человек. Хотя, казалось бы, данных вообще очень мало. Окей. Вот. Динамика дает нам очень много знаний. Вот еще хороший пример дальше сейчас будет. Как-то не очень. По-моему, это не линг, да, я вставил? О, то есть тоже не очень много точек. Но мы можем подкручивать всякие пузынки, которые, например, нам могут подсказать по движению полчеловека. Мы можем сделать, например, какого-нибудь веселого толстяка. Вот он, мужик. Ну, понятно, да, что мужик, девушка. Видно разницу, да. Оказалось бы, информации, сколько у нас. Вот он толстый. Вот он должен быть расслабленный и веселый. И действительно? Не, ну как, если мы сделаем его злым, то видно, что он такой, ну, может быть, не такой толстый. А, ну, обычно расслабленный зло редко бывает. Ну, в общем, идет на какую-то разборку. Ну, неважно. Тут непонятно, в общем. Хорошо. Ну, короче, суть в чем? В том, что движение нам позволяет, само по себе только лишь движение, и небольшое там количество координат позволяет очень много угадать какой-то семантической составляющей. В общем, я все к чему. К тому, что видео хорошо уметь распознавать. Ну, поехали с этим работать. Значит, как нам описать движение, которое мы видим? Ну, у нас есть какая-то сцена, и от кадра к кадру пиксели движутся относительно камеры. Мы можем попробовать фиксировать эти перемещения с помощью того, что в каждой точке мы поместим какой-то вектор, на который точка сменилась к следующему кадру. Такая штука называется Motion Field. По сути, это некоторая проекция 3D-точек на нашу проекцию, в которой мы снимаем. Вот. И по-хорошему вот это вот перемещение через вектор нужно уметь как-то описывать, как-то пытаться в нем распознавать что-либо. Пытаться как-то измерять это движение, например. Понятно, что все наши движения происходят в трехмерной области, в трехмерном пространстве, когда мы снимаем что-либо. Но видим мы только двухмерную проекцию. Есть система, которая видит и трехмерную модель, то есть бинокулярно смотрит на все происходящее. Про них мы сейчас говорить точно не будем. В таком случае, вот в таком простом приближении движение объекта, даже если оно есть, мы не всегда можем увидеть. Ну, например, представьте, что у нас есть какой-то шар. надо было сделать. В общем, он с этой стороны там освещен, а дальше он там серый. Ну, понятно, да, примерно? И он вращается. Вот просто шар вращается сам по себе. Мы не увидим движение пикселей никак. У нас все пиксели будут иметь одинаковую яркость, они будут со знаковой координатой будут иметь одинаковую яркость. движение мы не увидим. Поэтому мы несколько теряем, когда имеем именно такой способ описания движения. Но для того, чтобы отсмотреть динамику перемещения там скелетонного человека, этих данных, в принципе, достаточно. Ну, не поймем. То есть мы упускаем эти… Что-то мы упускаем, что-то мы… Мы как бы в нашей модели априори заложено то, что она там не идеально приближает наш трехмерный мир и не идеально описывает все движения в нем. Но лучшие модели… Ну, грубо говоря, модель может более сложной быть. Она будет требовать более сложных данных. В наших реалиях эта модель оказывается, наверное, самой удобной. Вот. Ну, векторное поле движения пикселей между каждым кадром будет называться оптическим потоком. Ну, понятно, да, что такое векторное поле движение между пикселями от кадра к кадру. Это если мы берем… Вот. У меня там есть, наверное, картинка. Вот. Ну, вот у нас есть видеоряд. и в каждой точке мы нарисовали вектор, куда переместился пиксель отсюда… ой, куда… в какую сторону переместился пиксель отсюда на следующем кадре. Ну, или на следующих, там, трех-четырех кадрах. А, ну, это проблема, конечно же. Но смотри, мы хотим как-то описать движение. У нас есть такая простая модель. Что-то… Ну, с этим… То есть, в ней есть какие-то неопределенности. Лучше всего нарисовать, что вот из центра мы не знаем, куда он переместился. То есть, если мы хотим прям хорошо описать. То есть, именно разметить, что вот эта вот точка, и мы не знаем… Не то, что мы, типа, ну, угад-угадали куда-то. Вот, да. А именно, что мы не знаем, куда он переместился. Ну, потому что это действительно невозможно понять. Нельзя это определить как-то. Да и в целом, если посмотреть, то все очень-очень долго вглядываться в эту картинку, наверное. Сейчас. Так, у меня… Лучше не вглядываться долго в эту картинку. В общем, при определенном стечении обстоятельств это все может на самом деле… Не, ну, хотя нет, тут определено, что движение это из центра наружу. В центр наружу вряд ли оно движется. Но вот если мы посмотрим, например, смотрите, вот представьте, что у нас есть вот такой вот кадр, и в нем есть полоски. И вот следующий кадр. В нем тоже есть вот эти вот полоски, только если тут, допустим, было x, да, то тут это будет x плюс дельта x. Ну, понятно. То есть угол тот же, расстояние между ними такое же между ними. Вот. Но мы перешли от этого кадра к этому кадру. Куда вы нарисуете вектор движения? Ну, вот тут было x, то стало дельта x. То есть, грубо говоря, если мы там нарисуем, вот стало вот так вот. Он правый, да? Но с таким же успехом он мог двигаться и вниз. Правда же? И вообще по диагонали. То есть мы можем вот этот лист, грубо говоря, с полосками вращать под этим окном, вот что вот так, что вот так, что вот так. И обратно просто с большей скоростью можем. Не, ну тут, грубо говоря, от кадра к кадру будет видно, что, да, там он там переходит именно вот так вот. То есть, если скорость не очень большая, то будет видно, что все-таки он двигается слева направо. Ну, либо сверху вниз. Короче, как посмотришь. Поэтому, да, это какое-то описание движения есть, но оно не полное, оно не дает всей картины. Ой-ой-ой. Ну, можно либо рисовать просто вектор в каждой точке, то есть это будет трехмерная картинка, даже двумерная. это будет смещение по х, смещение по у в точке. Либо можно, раз у нас есть двумерная картинка, ну, и нарисовать ее как двумерную картинку. По сути, вот есть изображение. Мы в каждом изображении рисуем вот тут координату цветом определенным. Ну, то есть, вот идем вот так вот. Наш вектор градиента смотрит так вот по окружности, и величина его соответствует интенсивности просто. Вот. То есть, чем ярче тут цвет, тем сильнее было движение в этой точке. Чем он, ну, цвет характеризует направление этого движения. То есть, по сути, картинка в соответствии к этой картинке. Вот. Вектор дальше U и V это будут наши вот этот вектор в каждом пикселе с иконатой ижи, который будет, к сути, являться оптическим потоком. Куда у меня деваются вообще слава букв? Огромное количество букв. Как всегда, такой, вот это что такое? Стимулирует развитие горитмов. Какие горитмы? Что это? Значит, если вы хотите попробовать оценить, насколько вы хорошо... То есть, если у вас алгоритм, он как-то считает оптический поток, но вы хотите понять, сколько хорошо он считает оптический поток от кадра к кадру. Сколько хорошо он делает эти перемещения. Нужно это, ну, не просто сделать. Вы можете попробовать пойти на вот какой-нибудь типа такой сайт и там взять какой-то датасет, на нем получить свои смещения, получить вот такие вот картинки и проверить, насколько они совпадают с граунд-трусом. Ну, так же как... То есть, так же просто сделать, как и сделать, не знаю, задачу классификации или задачу там сегментации. Не сильно сложнее. Ну, проверить, насколько, ваше алгоритм хорошо работает. Просто сделать его, по-моему, по-моему, это немножко посложнее. Как можно вообще получить эти реальные данные? Ну, во-первых, можно разметить руками, но это очень сложно. Второй подход это брать камеру обычную, брать камеру, которая регистрирует какие-то, не знаю, какое-то излучение, которое дает только какая-то особая краска, которая для реальных данных, ну, на реальных данных мы эту краску не видим, с той камерой мы эту краску видим. Мы этой краской, там, не знаю, обшикиваем обшикиваем наш объект, наше животное, я хотел сказать, не все животное, просто объект, и от кадра к кадру мы будем видеть движение каждой точки по отдельности. Ну, мы сможем сопоставить каждую точку с точкой, потому что у нас, ну, не сплошной какой-то поток движения, а все-таки есть конкретные точки, мы видим, как от кадра к кадру они перемещаются, и, в принципе, это получается неплохой ground truth. Значит, у нас достаточно много контрастных точек, которые мы можем вот на вот этой вот отслеживать. Если мы полностью покроем животное нашей флуоресцентной краской объект, то это будет полностью бесполезно, потому что мы не сможем тогда сопоставить, какой пиксель, насколько, ну, какая точка особая, насколько, куда сместилась. понятно. Ну, попрыска из пульверизатора. Они контрастные получились. Пронумеровали их там на первом кадре. На втором кадре мы, типа, знаем, как они друг от друга расположены, но вот там понятно, что внутри самого объекта точки там, они не будут перемешиваться. Хотя, если объект такой вот хитрый какой-нибудь, то, в принципе, вода какая-нибудь, да, то с водой так вот не сделать. Там могут точки перемещаться. Да и вообще, если ты побрызгаешь воду, то, в общем, короче, должна быть, наверное, все-таки какая-нибудь деформируемая, но, в общем, поверхность твердая. Не, ну, мы всю сцену, в общем-то, там опрыскиваем, если просто тут плохо видно, бэкграунд тоже имеет какие-то, какие-то эти. Но, опять же, раз мы это опрыскиваем, значит, мы уже запомещаем себя в условия, когда у нас мы работаем внутри помещения, внутри каких-то мелких масштабов все-таки, потому что там всю комнату опрыскать сложно. Вот тут видно, что сцена, она имеет небольшой размер. И понятно, что если мы на улицу выйдем, то там особо ничего не опрыскаешь. Ладно. Это один способ, старый, дедовский. Новый, крутой способ — это синтетические данные. Вот, синтетические данные сейчас рулят. В основном все алгоритмы, которые сейчас умеют оценить термический поток, вычитать фон, они работают на синтетических данных. И мы с вами даже это уже обсуждали. В конце прошлого семестра у нас был семинар, на котором мы разбирали статьи CVPR, где был доклад про ГТА, кто его делал, я не помню, про то, что брали данные из ГТА и использовали их для оценки глубины, для оптического потока. Но нас интересовывала тогда, конечно, классификация, сегментация и умжик детекшн в основном. Но хотя, на самом деле, данных там гораздо больше. Ну, они все есть. Вот. Сейчас синтетические данные выглядят гораздо лучше, чем вот эти вот картинки. Что-то я не подобрал красивых. поленился. Вот. Еще один способ как-то получить данные это попробовать взять высокочастотную камеру, взять только каждый четвертый кадр, а кадры, соответственно, первый, второй и третий предсказывать. Ну, то есть, мы знаем, какой у нас первый, какой второй, какой третий кадр, но у нас есть первый и четвертый, и мы хотим предсказать какие-то кадры между ними. Вот. Это подход немножко отличается, потому что там, получается, мы не совсем делаем как бы предсказание оптического потока, потому что мы на самом деле предсказываем вот картинку ту, как она есть. Мы не ищем смещение пикселей, мы на картинку предсказываем. Но смещение там так очень маленькое, потому что очень высокочастотная съемка, то ажиомтический поток там, он, понятно, как легко посчитать получается. Зачем делать интерполяцию? Ну, то есть мы можем сразу делать интерполяцию, можем по оптическому потоку интерполировать промежуточные кадры. Ну, просто наша задача такая. Например, если мы хотим, у нас есть съемка 100-герцовая, окей, хорошо, но у нас есть, допустим, 25-герцовая съемка, и мы хотим сделать из нее slow motion какой-то. Мы хотим получить кадры, которые на самом деле не сняты, например. Вот. Есть, соответственно, еще один датасет, знаменитый, Kitty. он тоже не совсем типа вручную хорошо размеченный. Это штука, которая ездила, это снятый автомобилем, там есть лидар, он ездит, снимает все вокруг, получает облако точек, и потом мы в это 3D-облако точек вписываем наши реальные объекты. Ну вот такое вот себе. То есть на самом деле, чтобы разметить какие-то данные, нам эти данные все равно нужно потом как-то самим синтезировать из облака точек. То есть облако точек само по себе это не есть данные. Знаешь, такое облако точек? Знаете, что такое лидар вообще? Камера, знаете, что такое, да? Окей, лидар — это как камера, только она мерит еще расстояние до объекта, который вот она зафиксировала. То есть у нас, грубо говоря, с нашего вот объекта мы можем во все направления померить какую-то точку и знать расстояние до этой точки. И вот это вот облако точек мы вот в это вот в 3D оно все выглядит, потому что у нас есть направление вверх, вниз, справа, влево и их расстояние. И мы хотим вот в это облако точек писать реальные объекты какие-то наши. И потом вот сделать проекции этих реальных объектов, получить вот такие вот картинки, и они типа уже вот работают как наши данные для оптического потока, для оценки глубины и так далее. Ну, мы знаем, что мы снимаем, допустим, машиной. Там, значит, есть люди, машины, дома, столбы, и вот это все. Ну, мы хотим, нет, просто когда мы смотрим на, мы видим двухмерную, даже трехмерную картинку какую-то, но мы не знаем реального движения. Ну, вот у нас 100 блока точек, и есть 100 блока точек на следующем кадре. Да? У нас тут есть объект какой-то, и тут есть какой-то объект. Они типа круглые, два одинаковых объекта, и можем от одного кадра к другому померить то, ну, как вот какая-то конкретная часть объекта к этому, короче, плохо объясняю. У нас есть облако точек, это облако точек, вот это. А мы не знаем, какая точка соответствует какой-то. Правильно? Но мы хотим померить оптический поток как-то между двумя кадрами. Можем вписать сюда объект, да, какой-то. Не знаю, автомобиль. Какой-то такой автомобиль. Читаем. И вписать его сюда. Тогда мы будем знать, что вот этот угол, вот он отсюда вот сместился вот сюда вот. И поставить оптический поток. А просто по блоку точек общеского потока никакого нет. Когда мы вписали объекты, можем понять, какая именно часть, куда сместилась от кадра в кадр. Объект. Ну, нет. Объект тоже есть какая-то модель этого объекта. Мы его вписываем, да. У нас есть данные камеры, просто камеры. 2D данные. От кадра к кадру. Нам нужно по этим данным мучиться рисовать оптический поток. У нас обычно нету данных с лидара. Мы хотим без лидара уметь это делать. Соответственно, у нас есть вот нарисованная машинка раз, нарисованная машинка два. Вот в этом кадре она была тут, а в этом кадре она стала вот тут, 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 тут. Понятно. Вот она едет вот отсюда, вот сюда. Для того, чтобы нам... Мы хотим не решить задачу оптического потока, мы хотим намайнить данные для того, чтобы оценить то, как работает наш алгоритм. То есть, мы хотим получить какую-то реальную разметку реальных данных. чтобы ее получить более честно, не просто руками рисовать, что вот отсюда пиксель сместился вот сюда. Потому что это очень трудоемко и невозможно. Трудоемко никто разумно так не делает. Для того, чтобы этого не делать, мы берем облако точек с помощью лидара, вписываем в него объект. И мы смотрим, как этот объект смещается от кадра к кадру. И по его смещению считаем в каждой точке вот этот вот вектор. У нас есть модель объекта, которую мы описываем в облако точек. Дальше мы знаем, что у нас есть какие-то два реальных кадра. Ну вот, один кадр, какой-то просто обычный кадр. И мы знаем вектор смещения в каждой точке к следующему кадру. Мы хотим этому учиться предсказывать из видеопотока, из видеопоследовательности. Так понятно? То есть, вот эти данные следа на вписывании объекта нам нужно для того, чтобы получить вот в каждой точке вот эти значения этих факторов, которые мы будем потом сравнивать работу нашего алгоритма. Ну, мы как-то их сделали. Просто вот, грубо говоря, джилл, седан, хэтчбэк. Непонятно все. Мы хотим получить данные. Хорошо, кому понятно? Так, никому непонятно. Тогда еще раз объясняю. Значит, представьте, у нас есть два кадра. У нас есть вот такой кадр. Давайте попробуем даже дальше посмотреть. Вот. Два кадра. Вот едет машина. И мы хотим, чтобы проверить, насколько хорошо наш алгоритм рисует, будем считать, что первый кадр, когда машина дальше. с первого кадра рисует оптический поток. Но нам нужно проверить, что этот алгоритм хорошо делает. То есть мы должны действительно померить этот оптический поток. Как это можно сделать? Мы можем с помощью видара получить с этой машины облакоточек. В это облакоточек на каждом кадре писать модель. И в этой модели мы знаем, какие части куда сместились, от кадра к кадру. Ведь тем самым из модели можем получить оптический поток. Модель, ну она вписывается вот с помощью алгоритмов. Нет, ну не руками. То есть мы с помощью, не знаю, метод на не меньше квадратов. Whatever. это сложно. Это, короче, готовить такие данные очень-очень сложно. Реально. Это, научиться их хорошо варить примерно так же, даже сложнее, чем обучиться на них. Намного. ну это, что касается видео. Что касается фото, там все просто. Значит, как нам сравнивать то, что мы хорошо померили? Мы можем сравнивать то, насколько у нас похожи вектора друг на друга, либо просто сравнивать расстояние между, ну, можем считать либо угол, либо просто считать L2 между ними. Ну, неважно. В интерполированных изображениях используется другая метрика, которая нормирована на градиент в изображении. Ну, это неважно. Важно, что, в общем, очень легко посчитать по L2 расстоянии. Ну, то есть, у нас есть какие-то реальные вектора, есть какой-то предсказанный вектор. Можно посчитать либо расстояние между концами векторов, либо космусное расстояние. Значит, как оценить движение пикселей из изображения 1 и изображения 2? Ну, вот как это изображение 1, изображение 1, изображение 2. Ну, кажется, что мы берем пиксели, цвет пикселя от кадра к кадру не меняется. Ну, он меняется, но так как кадры прям вот вообще очень-очень прям вообще друг за другом идут, то условия освещения ничего другого поменяться сильно не успевают, вообще не успевают, грубо говоря, в нашем предположении. Тогда мы можем записать вот такое вот вот такое вот условие и казалось бы, берем, минимизируем это условие, ой, минимизируем наше UiV таким образом, чтобы вот эта штука стремилась к нулю. Ну, ro это вот это вот. правда ли, что вот этого достаточно для того, чтобы решить нашу задачу? То есть мы хотим найти такие смещения UiV в каждом пикселе, то есть UiV это вот такие смещения в каждом пикселе, это тоже целая картинка, ну, уверенная. Такие, чтобы вот эта штука стремилась там к нулю. Казалось бы, ну, этого, наверное, не очень достаточно, потому что, если мы возьмем, не знаю, к картинке прибавим вот такой вот бар со значением от нуля до 255, правильно? Тогда мы можем, ну, просто сказать, что, ну, мы можем, грубо говоря, каждый пиксель смещения подобрать вот со значения отсюда. мы найдем ноль, он будет каким-то вообще сумасшедшим и несоответствующим реальности. Понятно, да, вот о чем мы тут говорим? Окей, грубо говоря, у нас есть серый пиксель, он переходит в серый пиксель, да, мы знаем это, но мы можем искать его где-то поблизости к тому месту, где он был, а брать, например, вот из такого бара, то есть, картинки каждой нарисовать вот грубо градиент такой слева и все у и в, ну, посчитать, нам нужно получить серый цвет определенного значения. Значит, идем вот сюда и получаем из него серый цвет определенного значения. То есть, если у нас есть на картинке где-то область, где есть переход от белого к черному, которая достаточно длинная, то можем из этой области, грубо говоря, восстановить любой цвет везде. То есть, мы не то, что мы берем какой-то пиксель и говорим, что этот пиксель не размножается, что мы его взяли, он не исчезает, ну, понятно. Ну, да, нам нужно еще учитывать, что смещение должно быть маленькое. То есть, что у и в должны быть ограниченного размера. Ну, типа того, да. То есть, вот этого всего недостаточно. Ну, да, тут вот это предположение, что только цвет в пикселе не меняется, оно недостаточно. Это все вот к этому и рассказы. Значит, порог на длину вектора, ну, понятно, да, что с кадра к кадру, смещения в основном небольшие, можем наложить максимальную длину. И еще такая важная штука, что у пикселей, которые находятся рядом друг с другом, у них почти наверняка оптический поток одинаковый. То есть, если там один пиксель сместился туда, то соседние с ним тоже, скорее всего, сместились туда, прям вот на это же расстояние. Понятно, что это нарушается иногда вот в тех местах, где у нас появляются какие-то новые пиксели, которых не было на том кадре, или исчезают какие-то пиксели, которые, ну, вот тут были, понятно, что вот к следующему кадру пиксели, которые вот тут уже не будут. Он нёсся в никуда. А все остальные пиксели, они как-то близко, короче, друг к другу перемещаются. Ну, и, соответственно, можем наложить, добавить в нашу сумму с каким-то коэффициентом вот это предположение. Ну, и все. В общем, будем считать, что у нас эта штрафная функция просто E2, и мы должны ее оптимизировать. Вот. Да. E1, E2? Это изображение 1, изображение 2. Это, ну, да, значение пикселей. Значение яркости пикселей с координатами, ну, и, и, или и плюс, ну, соответствующие, которые тут написаны. Вот. Минусы этого подхода. Ну, то есть, как можно улучшать, да, этот метод? То есть, мы можем в целом решить этот метод. В принципе, он работает плохо. Реально. Вот мы вот это вот будем минимизировать, когда кадр, то все будет хорошо. Можем еще улучшать функцию штрафа, вот эту, более разумно делать мне L2. Можем методы оптимизации подбирать, которые быстрее там сходятся, например, стахастические. Вот. Можем с помощью всяких эвристик улучшать сходимость. Например, если мы будем после каждого кадра делать какую-то медианную фильтрацию, то пиксели, у которых там шумно меняется значение, они уйдут, и нам будет проще предсказать. Ну, понятно, да, будет просто проще сопоставить соседние пиксели друг в друг. грубо говоря, у нас был какой-нибудь вот какой-то фон, мы посмотрим на два пикселя, которые стоят рядом. У этого, например, было значение там плюс 3, у этого митус 3, а в среднем, вот на этом квадрате, в следующий кадр, они перешли, ну, так бы, они остались вместе, но у этого пикселя стало значение плюс 3, а этого минус 3. Соответственно, у этого оптический поток, вектор пикселкового потока стал на на два короче, чем у этого. А если бы мы там усреднили все, то тут был бы как ноль, тут ноль, тут ноль, тут ноль, и вектор пикселкового потока остался бы одинаковым. То есть, убрав шумы, нам легче предсказать правильный поток. Вот. В чем еще важная штука? В том, что есть пиксели, которые на границах объектов. Ну, вот, мы уже тут смотрели, что-то за машиной там появилось, не знаю, кусок там дерева, кусок травы. Если мы будем считать просто L2 расстояние, то надо грубо говоря, машина движется отсюда, вот сюда, к этому кадру, мы берем какой-то срез. Если мы считаем там расстояние по L2, то нам для того, чтобы минимизировать это смещение, ну, проинтерполировать лучше всего как-то вот так. это неправильно, потому что мы же знаем, что у нас граница движется довольно остро, ну, в смысле, как не остро, ну, в общем, яркость, перепад яркости получается довольно-таки сильный, когда один объект перекрывает другой. Это, естественно, это нормально. Собственно, чтобы это лучше учитывать, мы берем вместо L2 берем L1 расстояние. И, казалось бы, такая очевидная идея, только в 2010 году ее там применили и действительно получили какое-то улучшение. Ну, короче, проблема этих методов, что они очень медленные. Крутость этих методов, что они очень точные. Значит, мы можем попробовать использовать не глобальные какие-то описания нашего движения, а какие-то локальные описания нашего движения. В чем идея? Мы берем какой-то один пиксель из нашего изображения и изображение H. Изображение антипоследовательных друг за другом и H. и для того, чтобы как-то формализовать, как найти поток, мы хотим сказать, что у нас пиксель сместился, у него цвет сохранился, сместился не очень далеко. Соответственно, можем это предположение математически расписать как-то так, что у нас есть пиксель, который соответствует смещению на U и V. Это на самом деле пиксель с координатой XY на градиент вот этой яркости в координате X, координате Y. просто разложить вот это возначение в ряд Taylor. И тогда можем расписать такое уравнение, что у нас вот это вот, то есть вот это это настоящее наше уравнение, которое мы хотим решить, это его приближение через ряд Taylor. И более хитро можем выразить и X и Y это градиент по X по Y а производная по X по Y а также мы можем рассмотреть изменение яркости непосредственно в точке это какой-то шаг, соответственно можем это изменение яркости расписать тоже как производную по времени. У нас есть предположение, то есть если мы берем очень маленькое время, то U и V стремятся к нулю и мы по сути можем заменить вот это вот равнение на вот такое обычное уравнение. Вот это мы можем посчитать непосредственно с самой картинки, ну градиент в картинке можем посчитать, а вот это нам нужно решить. Но чтобы решить, у нас есть всего одна точка, одной точки недостаточно, нам нужно больше точек. Но у нас есть предположение о том, что точки, которые рядом с этой точкой имеют такое же смещение. Ну давайте это и распишем. Ну одна точка едва неизвестных. Одно уравнение одна точка. Вот. Если мы распишем, допустим, возьмем окно 5 на 5 вокруг этого пикселя и напишем 25 таких уравнений, то мы ну в общем можем их даже больше, чем нам нужно. Там достаточно было двух, но мы же хотим точно все посчитать. Потому что там есть всякие шумы и т.д. Распишем и получим знакомую нам уже конструкцию. Так ведь? Где-то мы это уже видели. Что есть еще дальше? Ой, все заспойлерил. Надеюсь, вы ничего не видели. Причем минимизировать нам нужно вот по сути вот это же уравнение только записано 25 раз. Просто вектором видео подписали его вот так. Значит, для того, чтобы мы могли найти решение, эта штука должна быть обратимой, должна быть не слишком близка к нулю, размерность у нее получается у А 2 на 2. И вот это А мы с вами уже где-то видели. Там я проспойлерил, но вдруг вы не видели и хотите сами вспомнить. Где мы видели эту матрицу А? в прошлом семестре. В общем, когда эта матрица хорошо обратима? Давайте подумаем. Когда у нее есть два собственных числа, которые оба далеки от нуля. если одно число сильно больше, чем другое, то она плохо обратима. Правильно же? Что-то такое было. Было это в детекторе Харриса. Теперь какая же связь между детектором Харриса и оптическим блин-потоком? А очень простая. В том, что находить смещение точек нам легче, когда эти точки угловые. Правда же? Нам сложно найти смещение точек, которые были на границе или в плоской области. Но если точка угловая, то нам для нее легко смещение найти. И это выражается в том, что эта матрица имеет хорошее обратное. Мы можем получить хорошее решение D, если в окрестности нашей точки есть угол. Тогда мы сможем найти смещение. Вот и все. Вот очень просто такая вот приятная и хорошая связь с прошлым. И вполне понятная, которую легко у нас есть угол, то у нас в этой матрице получается и два собственных числа, которые достаточно далеко от нуля. Ну, потому что есть два доминирующих направления, градиенты, вот это вот все. И значит, можем легко найти обратную матрица A. Значит, можем вычислить значение U и V. Значит, в каждой точке. Окей. Хорошо. Не-не-не-не, мы просто смотри, мы решаем вот это уравнение, а мы всегда можем обратить эту матрицу A. Ну, не А, а транспонирование A. Не матрица A, потому что матрица A это вот вот это большая размером 2 на 25. А вот это нужно обращать. Она хорошо обратимая, когда у нее грубо говоря в этой области есть какой-то угол. Нет, она работает для всего, просто она лучше работает для углов, дает более точное решение. Вот. Помимо прочего, мы можем решать, а, вот этот алгоритм, я же что-то не написал, называется алгоритм Лукаса Канады, который вычитает оптический поток вот по локальным каким-то точкам. Значит, мы можем попробовать вот это вот короче, найти оптический поток чуть-чуть более точно. Для этого мы можем попробовать делать это итеративно. То есть мы, когда делали вот это приближение, мы забили на какие-то компоненты второго порядка и так далее. Если у нас есть какое-то вот такое вот смещение, то первое приближение какой нам вектор даст? Ну, даст какой-то сейчас вот то он скажет, что нужно сместиться, грубо говоря, от нас есть вот этот первый кадр, вот этот второй кадр. Нам нужно вот этот кадр как-то перегнать к этому кадру с помощью какого-то вектора. мы считаем значение в x0, считаем градиент и, грубо говоря, утверждаем, что нам нужно, чтобы вот этот вектор соответствовал, чтобы вот эта кривая соответствовала этой кривой, перейти на вектор, который, вектор касательный с этой кривой, который пересекается с этой кривой. мы доходим не до конца, но мы что можем сделать? Можем взять и потом от нашего этого смещения провернуть то же самое, сделать еще один шаг. Ну и так далее. Потом итоговое смещение уевая, то есть мы на каждом шаге, этом итеративном, получаем свои значения уевая. А для того, чтобы получить полное смещение, более точное, после итеративного, после того, как мы, грубо говоря, вот эту картинку, смотрите, после первого смещения у нас получается оптический поток какой-то, да, мы все пиксели двигаем, потом смотрим снова расхождение и пытаемся вот это промежуточное значение подогнать к реальному снова с помощью этого же самого алгоритма. Итого у нас получается, не знаю, вот у нас была точка, вот у нее тут такой оптический поток, потом получился такой, потом получился такой. Можем взять, сложить их, ну и получить вот такой сразу вектор оптического потока. С первого движения считали, получили какой-то такой вектор. Каждое своещее приближение по сути это вылезание в более глубокие компоненты Тейлора на самом деле получается. Вот. Ну вообще да. Ну если мы перебросили часть пикселей после первого движения, то ничего страшного, они после ну и в том движении останутся на месте. Там градиент будет ноль и все. У них будет яркость отравняться. Ну мы двигаем всегда все пиксели. Просто некоторые пиксели мы двигаем на ноль, потому что они уже такого же цвета, какого они и были. Окей. Интерпретация с тем, что мы двигаем пиксели все всем верно. Мы хотим подобрать такой вектор смещения, чтобы когда мы сместили этот вектор на этот вектор смещения, у него яркость стала такая же, как была до этого. То, что мы передвинули его и ничего на его место не поставили, вообще ничего страшного в этом нет. Ну да, у нас же картинка появляется. Ну грубо говоря, чаще всего мы просто смотрим какой-нибудь бэкграунд, да, у нас появляется новый объект. Ну нам важно, понимаете, мы эту задачу оцениваем в очень-очень маленьких масштабах от кадра к кадру. Мы хотим найти вот это смещение от кадра к кадру, нам не нужно это на очень long-term промежутках вычислять. Мы хотим просто от кадра к кадру понять, куда сместились пиксели. Да, бывает, что пиксели с одного места разъехались по углам, это норм. Но если у нас движение, например, вперед какое-то есть, какой-то объект, вот нам перспектива лицо движется. Понятно, у него какие-то пиксели разъедутся. На их место там, да, буквально ничего не встанет. Но это приближение, движение по-другому нет. Ну вот это модель такая. Того, что у нас есть, у каждого пиксела есть какое-то смещение. Что делать с большими смещениями? То есть мы в этом предположении говорили, что у нас очень маленькие смещения, но в целом скорость приближения достаточно большая, а мы наложили, не знаю, смещение вот как там на заднем плане, то это не очень хорошо. С большими смещениями можно использовать пирамиду картинок. У нас есть раскадровка. Мы из кадра получаем пирамиду и пытаемся сделать смещение от одной пирамиды. У нас есть, как говорят, первое изображение, второе изображение, есть их пирамиды. Мы хотим сначала взять самую неструктурированную часть изображения и один неструктурированную часть изображения и два и попробовать решить задачу локально-оптического потока вот на этих двух картинках. Понятно, да, мы, соответственно, после самого грубого приближения первого мы уже получаем смещение и дальнейшее смещение мы можем учитывать относительно тех смещений, которые были там. то есть у нас темная область передвинулась в темную область, не больше, чем на 2 пикселя, но когда мы перешли в более большое пространство, мы получили смещение там на 4 пикселя, грубо говоря, поняли детально, что слишком далеко, слишком мало, сделали добавочек смещения в одну сторону обратно, на 1 пиксель обратно и так далее. Если без пирамиды у нас получается такой трэш, то с пирамидой получается все красиво. Ну, понятно, что пальма уехала там на направо или налево, или это не пальма, просто обычное дерево. Обычное дерево уехало там направо, тут непонятно, куда оно уехало, потому что получился такой пол, не очень красивый. Ну, да, да. Ну, это неважно, важно, что они видно, что они в разные стороны и ничего хорошего там нет. А тут вот все стройно, как кадр, вот он уехал, вот так мы и получили. Многомасштабно это хороший подход. Поехали. Значит, ну, понятно, что у нас есть более хороший подход, это когда, ну, не более хороший, один из еще одних подходов, это когда мы ищем сразу по особым точкам подход, не по всем, по окрестности, проворачиваем обратную матрицу, только по особым точкам. Они также имеют свой масштаб, можем такие же изменения масштабные делать, все отлично. Но сейчас у нас немножко другое время, не то, не то, что тогда. И, ну, понятно, у нас есть одна картинка, есть вторая картинка, на выходе должна быть картинка, ну, мы же умеем делать нейросети, пожалуйста, сделай нейросети, значит, есть два подхода. Один подход просто берет одну картинку, берет вторую картинку на вход, дальше делает кучу сверток, потом делает апсэмплинг и предсказывает непосредственно вот это вот наше смещение. Ну, помните, вот этот оптический поток можно представить в виде синей-зелено-красной картинки какой-то. И мы хотим по двум вот этим картинкам рассказать вот эту синей-зелено-красную. Ну, по сути, как энкодер-декодер. Сейчас будет. Есть другой подход, когда мы берем одну картинку, вторую картинку, то есть тут мы другая фичи считаем одновременно со всех, а тут мы хотим тренировать подсчет именно какой-то подсчет фичей для какого-то смещения. Просто в какой-то момент мы их смерживаем таким образом, что мы перекидываем непосредственно структуры там с первой картинки сюда, как инфицинируем, а вот это считаем как корреляцию вот этого блока свернутого с этим свернутым блоком. Ну, понятно, корреляцию картинок. Ну, типа, насколько вот тут там яркости соответствуют яркостям вот тут. И по этим корреляциям по этой структуре дальше предсказываем наш оптический поток. Не-не-не. Тут он, грубо говоря, тут сразу свертка с изображения шестиканального. Сразу непосредственно свертка. А тут мы ее делаем тут, грубо говоря, она, они независимо как-то сначала обсчитываются с помощью этих фильтров. И эти фильтры даже при большом желании можно раздельно натренировать. значит, как они действительно в ките у нас было примерно 194 пары, ну, то есть, понятно, кадр, следующий кадр, 194 пары, 194 экземпла. Меросеть на таком натренировать. На тренирование искусственных данных чуваки просто взяли, запустили летающие стулья синтетические на какие-то реальные данные, ну, на реальные картинки, наложили синтетические стулья, сделали небольшое смещение к следующему кадру и натренировались вот на таких вот данных. Понятно, да, как это работает? Да, да, просто вот на картинки, на обычные вот там горы, какие-то вот стул. Но мы можем еще и менять движение по фону и движение стула немножко менять. То есть, это норма. Но мы знаем, грубо говоря, если у нас есть какой-то фон, мы его смещаем одновременно на одинаковое количество пикселей, мы это тоже можем в данные хорошо внести. Это норма. Вот. И, короче, стали State of the Art алгоритмы. лучше, чем все остальное. Замечательно. В общем, с оптическим потоком понятно. У нас еще есть одна тема небольшая про свечение фона. Ну, мы сейчас быстренько пробежим. Значит, правда же быстренько? Да, осталось 40 файлов. Хорошо. Значит, высчитать фон нам нужно как раз для систем всяких наших видеографических потоков. Такая-такая математическая штука, из нее реально ничего не извлечь. А вот извлечь фон с картинки, это полезное очень знание. Как у нас есть какое-то движение, мы хотим регистрировать объект, или, не знаю, мы там хотим свой ковер заменить на какие-нибудь пальмы в YouTube. Ну, вот это вот. Надо уметь почитать фон. В общем, самое простое, это мы берем наши чистое изображение с фоном, берем изображение с объектом, вычитаем изображение с объектом из изображения с фоном. Если разница больше какого-то порога за счет шумов, то мы говорим, что все, что новое, это объект на нашем фоне. Это очень-очень просто, очень хорошо работает при не меняющемся освещении, при очень-очень маленьких шумах. Замечательно. В реальности работает оно не очень хорошо. То есть, вот это все, за счет того, что у нас есть ветер, какое-то изменение освещения, дождь и так далее, ну, понятно, что это не есть хорошая работа вот этого алгоритма, который должен вычитать. То есть, у нас, грубо говоря, приехала машина, да, у нас был какой-то фон, в котором не было ни человека там, да, ни машины, а вот это, то, что представил наш алгоритм, какие-то новые объекты, которые появились на кадре. По идее, хорошо бы, чтобы нашел машину и человек, а тут ничего не нарисовал. За счет того, что деревья сами по себе как-то меняют свои листья, там шевелятся, вот это все, яркость там меняется, то тупой алгоритм работает не очень хорошо, мы таки говорим. Соответственно, как это можно сделать? Мы можем попробовать, как вот тут вот, попробовать найти связанные компоненты, если связанные компоненты больше какого-то размера, то это наши хорошие компоненты, с которыми мы можем дальше работать. Как, в принципе, тут показано, что так и есть, но опять же, что это за идея, короче, что-то все равно работает не идеально. Zoom'у можно морфологию огромную подать, взять, рот сделать, останется вот только то, что с головами какими-то большими, и работать дальше с ними. Но есть более хорошее, что-то решение. А, ну и это все работает. Опять же, мы будем смотреть на задачу вычитания фона, когда у нас какой-то один объект на фоне. То есть, когда у нас много объектов на фоне, мы хотим следить за каждым объектом, это немножко другая задача. Сегодня мы говорим про чисто вычитание фона. Какие вообще еще могут быть проблемы? Во-первых, у нас есть какое-то часто есть какой-то объект, который на самом деле объект фона, который нам не интересен как объект, но он может чуть-чуть подвинуться. Ну, например, какой-нибудь стул. по-хорошему мы должны понять, что этот объект, этот стул не стал резко объектом, что он был на фоне, что просто мы его подвинули, ничего плохого не случилось. Потом у нас часто меняется освещение, что резко у нас там поменялось. Короче, когда объект появляется на сцене, он на самом деле немножко меняет освещение самой сцены, потому что он сам поглощает отражение какой-то свет в любом случае всегда. Поэтому освещение как-то, ну, тени какие-то отбрасывают, как-то как освещение как-то поменяется. Это очень плохо. Очень неустойчив этот алгоритм там, если бы снимать внутри помещения там к включению и выключению света, ну, это вообще, с этим он никак не может справиться. Про деревья я уже говорил. Если объект сам по себе сливается с фоном, это не очень хорошо, но это не так, в общем-то, не так страшно. Окей. В общем, мы попробуем с вами побороть хотя бы вот эти вот три вида шума. с помощью в объект, в алгоритмах вычитания фона. Значит, есть данные про это, можете их найти где-нибудь вот тут, но опять же, их очень немного. То есть, реально размеченных данных, по-моему, там типа по пять минут, что ли, есть. То есть, по-моему, пять минут это самый длинный размеченный ролик для этих, для вычитания фона. вот. Ну, размеченные они довольно-таки неплохо, но их очень сложно размечать. Давайте попробуем шум, который у нас есть с камеры, как-то, то есть, попробуем вот эти вот изменения яркости как-то формализовать и используя модель того, как меняется эта яркость, лучше извлекать объекты и лучше извлекать фон таким образом. Если мы посмотрим на яркость какого-то пикселя вот этого от кадра к кадру, то видим, как она меняется. то есть, если мы даже берем какой-то там небольшой порог, то, ну, грубо говоря, по тому, как меняется яркость внутри этого пикселя, можем оценить минимальный порог, который нам нужно взять, чтобы признать, что в этом, на этом месте у нас появился какой-то объект. в процессе в случае делается так. Мы берем вот этот вот пиксель, считаем его яркость со временем, строим какую-то гаусяну, ну, понятно, у нас есть распределение вот этих вот яркостей, подгоняем вот под какую-то гаусяну, говорим, что у нас есть все пиксели фона, они должны лежать в интервале от мю до 3 сигмы и минус 3 сигмы. То есть у нас есть какой-то объект, у него есть пиксель, у этого пикселя, вот этому пикселю соответствует какое-то распределение. То есть у нас и распределение соответствует не картинке, а конкретному пикселю. Вот эта яркость. Если у нас резко какая-то яркость стала вот тут вот или вот тут вот, то мы говорим, что в этом пикселе появился какой-то объект, который не был фоном. А все, что вот попадает вот сюда, вот это сигма, грубо говоря, если на 3 сигма это где-то будет ну вот тут вот 3 сигма. да, да, это рука, вот пример тут. А, ну тут правда не самого человека, ну ничего. Так, мы посмотрим сейчас чей-то код немножко. ну вот, получается, мы взяли наш foreground какой-то, ой, взяли background и foreground нарисовали либо маской, либо вот самой рукой. Ну, то есть, самого изображения, наложенного на маску. в принципе, работает в закрытых помещениях довольно-таки хорошо. На длинный вообще иногда бывает проблема, что у нас есть какая-то большая сцена, на которой есть много объектов, которые в принципе сами по себе объекты, которые мы хотим задетектировать, но при первоначальном взгляде они говорят к счастью фон, потому что мы считаем, что изначально мы смотрим как бы на фон. Что в этом случае можно сделать? Ну, в простейшем случае мы можем смотреть очень-очень долго на это место и брать, сложить кучу кадров, ну, у нас есть кадр, у нас есть пиксель, у нас есть распределение значений в этом пикселе, и мы отсекаем там самые яркие и самые неяркие значения, берем, грубо говоря, какие-нибудь медиану или там среднее значение вот этого всего изображения. И если у нас там значение пикселя далеко отходит от этого среднего значения, то значит наверняка там появился объект. Но это не всегда работает, потому что вот в принципе эти люди никуда не ушли и за долгое время мы их не распознали, потому что они сидели на месте и нам помешали вот нашему вот этому фону. То есть они все равно слились с фоном, что с этим не сделать. в таких условиях это вообще все очень сложно. Значит, но вообще проблема таких стационарных камер, которые фиксируют какие-то объекты, в том, что в реальности условия освещения они меняются и что естественные, что искусственные. что можно в этом случае сделать? Ну, можно отслеживать вот эту вот функцию изменения яркости не на всем промежутке, не взять ее и зафиксировать там с какого-то первого наблюдения, посчитать эту сигму и мю, а можно оценивать ее во времени, то есть обновлять. То есть, грубо говоря, для этой точки взять последние несколько значений и для них считать это является объектом или фоном. Более правильно, наверное. То есть, нужно обновлять модель нашего бэкграунда. Обновлять ее можно не совсем резко вот так вот, да, вот каким-то этим окном, а вот, например, каким-нибудь таким вот алгоритмом с этой альфой. То есть, на самом деле, у нас даже первый кадр будет как-то влиять на все последние, но только с очень-очень маленьким весом. Можно обновлять мю и сигму, но чаще просто считают сначала сигму и просто обновляют мю. Что как-то странно, но окей. Ну, то есть, в практическом применении работает и ладно. но мы все равно не знаем, как нам решить проблему прямо с водой. Если мы камеру над водой поставили, то там, ну, бывают как очень яркие, так и очень темные области. Получается, сигма у нас большая, за три сигма у нас выходят все пиксели, никогда объекта там мы не увидим, даже если там корабль какой-то проплывает. в этом случае на помощь нам приходит мультимодальное распределение, когда мы пытаемся наше наш бэкграунд ни одной какой-то гаусяной приблизится несколькими гаусянами. Это на самом деле очень-очень то есть, мы опять же смотрим на пиксель и, грубо говоря, считаем, что пиксель может быть на длинном промежутке времени там в нескольких состояниях, что вот он был вот в этом состоянии с такой гаусяной, в этом состоянии с такой гаусяной, в этом состоянии с такой гаусяной. Если вдруг что-то резко меняется, то получается, что у нас пиксель не вписывается ни в одну из этих гаусян. Со временем происходит такое, что эти гаусяны какие-то отпадают, какие-то появляются новые. Что это значит? Что, грубо говоря, на место у нас мы смотрим на какую-нибудь парковку сверху, да, у нас вот тут была машина, одна уехала, вторая приехала, да, уехала, например, красная, приехала синяя. В принципе, вот мы знаем, что вот у красной она давала, ну вот, какое-то, вот такое вот значение яркости, синяя дает, ну она там, чуть темная, какое-то такое значение яркости со временем. это одна гаусяна с одним мю, это другая гаусяна с другим мю. Вот. И по сути наши события, это, грубо говоря, то, когда у нас вот тут вот мы меняем грубо говоря, эту моду нашего распределения. вот так же то есть в одном смысле это, конечно, объект, в другом смысле это бэкграунд, когда у нас там, не знаю, что-то другое происходит, когда мы там, не знаю, хотим на парковке детектировать что-то, что происходит очень-очень редко, оно не успевает набрать достаточно большую статистику, достаточно большой вес, соответственно, это будет каким-то объектом переднего плана. И в разное время объект может быть как объектом переднего плана, так и просто объектом фона. Вот. Так как времени уже много, мы, наверное, не будем тут сильно закапываться, но суть примерно такая. Ну, в общем, да, вот человек пришел на фон, в какой-то момент накопился до гаусяна и стал вот, типа, объектом еще одним. Когда он уйдет, ничего страшного, когда его один человек там перекроет этого человека, ничего плохого там не произойдет, просто там одни, ну, то есть мы даже даже будем знать, что сейчас эти моды мы даже можем попробовать передавать, они могут принадлежать не одному пикселю, а могут принадлежать, то есть мы эти моды определяем не там в конкретной точке, а можем определить эти моды уже по всему изображению. То есть какая-то объект, вот пиксель дает какую-то яркость, он там появился, стал давать какую-то яркость, достаточно сначала там мало давал времени, потом дал какую-то яркость, и если у нас вот посмотрели, допустим, вот сюда куда-нибудь, да, через какое-то время, у нас резко скакнуло значение, изначально мы посчитали это, грубо говоря, мы можем получить это значение не конкретно с этой координатой, а с какой-то другой координатой. То есть мы эту моду можем накопить, не обязательно с одной координатой копить моду, то есть мультимодальность, она считается не внутри какой-то определенной области, а может считаться там по большой области картинки. Вот. Еще один подход, он стокастический, называется вайп. Там мы просто у нас есть какие-то модели фона с какими-то параметрами яркости, и мы смотрим пиксель, если в радиус этого пикселя попадает много пикселей, которые принадлежат фону, значит, это, наверное, фон, если он не в его радиусе нет этих пикселей, которые были фоном, то этот объект не фон. В чем ключевое отличие этого вайба, что так была бы проблема, что он бы был совершенно не устойчив к изменению освещения и т.п. и т.д. А там прикол в том, что мы можем вот эти пиксели фона с какой-то вероятностью заменять то одним, то другим. Грубо говоря, мы считаем, что у нас на изображении, на foreground, очень редко происходит какой-то объект. В смысле, на нашем навяжном видеопотоке редко приходит какой-то объект, редко происходят какие-то детекции. Если у нас там меняется как-то освещение постепенно, то вот эти пиксели с какой-то вероятностью все куда-то переедут в новое освещение, потому что, грубо говоря, смотрим, попадает он в фон или не попадает. Если он попадает в фон, то мы с какой-то вероятностью его выкидываем, в какой-то вероятностью его добавляем и какой-то один из этих выкидываем. Таким образом, у нас модель фона обновляется со временем. Есть вообще очень сложные случаи. Вот, например, есть кормушка, у нас есть птицы, и мы смотрим просто в одном из пикселей график яркости. Вот серый это когда там была птица, белый, когда птицы не было. Тут вообще ничего не поделаешь. Ну, то есть, анализирую как-то то, как меняется яркость, видно, что ничего не понятно. Соответственно, нам нужно анализировать не только сам пиксель, но и какую-то окрестность этого пикселя. Делается это, мы можем просто считать, соответственно, не сам пиксель, а гистограмму в окрестности пикселя и смотреть, как меняется гистограмма в окрестности пикселя. Если она, ну, так же сделать модель гистограммы для фона и посмотреть гистограмму, когда там появился какой-то там, ну, когда новый объект появляется, эта гистограмма резко поменяется. Хотя яркость там, она, ну, останется, понятно, внутри нашего, внутри вот нашего вот этого шатания. И такая штука, она работает плохо, потому что с той точки зрения, что она края плохо находит, ну, она не очень, она дает только какие-то очень такие, как-то, детализация у нее очень слабая. но по сравнению с обычными методами там, вычитание фона смешения гусяна обычного попиксельного работает прям в некотором смысле замечательно. Можно и пользоваться. Еще есть штука, которая считает изменение текстуры. Текстуру она считает изменение яркости и текстуры. То есть просто очень часто у нас бывает объект, впадает в тень какого-то другого объекта. Но если при этом при наложении тени на объект текстура не поменяется. Для того, чтобы считать текстуру, мы можем воспользоваться любыми признаками, которые имеют считать текстуру, там, матрицы смежности и т.п. и т.д. Но она работает не очень быстро, просто сделали более простой, как сказать, более простую фичу для того, для описания текстуры. Она делается вот так. У нас есть пиксель, смотрим на окрестности вот 3х3, берем оттуда 16 каких-то пикселей и смотрим ярче этот пиксель центрального или нет. Если ярче, запишем единицу, если темнее, записываем ноль. Соответственно, если наложится тень, то вот это вот соотношение, оно не поменяется. А дальше мы сравниваем их как? Мы сравниваем их с помощью расстояния Хемминга. То есть у нас есть бинарный код, больше или меньше яркость, и, соответственно, когда у нас там появляется объект, расстояние Хемминга резко ухудшается, уменьшается, и значит, что-то пошло не так. Значит, вероятно, там появился какой-то объект, который не относился к фону совсем никак. Соответственно, вместе с яркостью он учитывает текстуру. Алгоритм, который учитывает эти текстуры и вайп-схему вот называется SubSense. Наверное, можно его где-нибудь найти и заприменить. Вот. Вроде про все это мы сказали. Ну, единственное, что методы, опять же, работают не очень быстро. Для того, чтобы их ускорять, нужно как-то перекладывать их либо на GPU, либо использовать какие-то более модные там иерархические методы. Хотя не факт, что они будут работать лучше. Вот. Самая проблема, что на самом деле все эти алгоритмы плохо работают с HD-картинками. Вот. Все это для HD плохо применимо. Хотя можно. Чем проще алгоритм, тем больше он устойчив к тому, что там HD, не HD, ему вообще пофиг. Главное, чтобы он достаточно быстро работал. Потому что если просто часто нужно в HD вычислять реалтайм, это значит, нужно уметь делать, вычитать фон скорость 25 кадров в секунду. Это может быть довольно-таки сложно. На видео последовательности легко. То есть, любой алгоритм берем, применяем. На видеопотоке уже сложнее. А видеопоток очень важен, потому что нужно именно видеопотоком, например, резко фиксировать, что происходит какое-то событие. Потому что нам нужно по сути онлайн детектировать и сигнализировать о нем. Ну, либо хотя бы откложить это куда-то в кэш, там проанализировать, там сигнализировать. и відчиняем в кэш. пол,"